Есть замечательный фильм «Ла Гранде Гуэрра» «Маленькое замечание» Это о... Почему «Гранде Гуэрра» большая война? Потому что в Италии мы говорим, потому что мы обычно более-менее победители от первой мировой войны, и поэтому мы говорим великая война, да? «Ла Гранде Гуэрра» И там очень много такие нарисоточки, где вот эти ребята, которые воюют из отдельных регионов, каждый говорит на своем интеллекте, старается на итальянском не всегда успешно, это очень хороший фильм, очень крутой росток То есть, первая и первая война, Раду, естественно, и «Масмедия», да? То, что мы сейчас называем «Масмедия» Сначала Раду, потом телевидение Уже после второй и второй войны, когда начали вещания и... до сих пор Но стандарт более-менее уравнивать к итальянскому стандарту итальянского, который слишком противоречит Конечно, как и для Густаво, я так понимаю, Росток в пятьдесятых годах, шестьдесятых годах, семьдесятых годах будет хороший стандарт, Викторе говорили очень приятно, очень грамотно, сейчас так не все так хорошо, и так же для итальянского но более-менее телевидение, то, что говорят на телевидении, более-менее диктует Украину именно что касается стандарт языка. Это термин для итальянского из-за того, что так много диалектов нужны для стандарта. И нужны для стандарта, которые не только разговорные, но и письма. Учтите еще раз, что в 1961 году в момент обвинения 80% осумнения были негативные. Больше высокого процента. Следующий стайк это керп или эмблема Точно угадал, в 1946? Ну, сложная символика, это связано с тем, что первое это туп и алистское дерево, если вы спрашиваете. Естественно, они березы, корицы. Почему? Потому что это те дерева, которые более распространены обитали. А сложная символика связана с тем, что первые деятели, те, которые имадзины, катаны, они были масонами. Вы знаете, да? Что это такое? нас выгорят. А, да, в 1946 году Виталия стала республикой. то есть, год после окончания войны. Война в Италии заканчивалась, вторая новая заканчивалась в апреле, 25 апреля 45-го году, это официально, как бы, дата, когда закончились все в перемире. А год и два месяца спустя, в июне в 1946 году выросла республику, общая гражданская корресованная и итальянцы выбрали. С небольшой разницей. есть люди, которые до сих пор говорят, что там были или это были неправильно считали, как все были лет на самом деле монархия. Выбрали уже республику. можно следующее? Куда без этого? Это была большинство называется маргерита, самая популярная пицца. Это была первая королева Италия, которая прилетала в посредине Италии. И тот угадал, в посредине Италии, точно угадал. Представляете, сейчас ресторан в посредине по ленце башни в стене лежает правил и и еще добавится потому что до этого пицца просто либо с рыбой на самом деле это не все но всегда именно помидоры ноцарелли и базилик почему потому что это цвета нашего флага и бедный бог знал, что надо делать как цвета нашего флага и называть самая колотелька как 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 и можно следующее ага и это еще не все около 200 видов национальные виды то есть которые признаны и распространены есть академия это это не шутка то есть есть организм который отвечает академия целя который отвечает за качество то есть не каждый пастер может считать пастер то есть это только около 200 видов это только те которые признаны везде потом есть кардинал есть вариации которые чуть-чуть короче с ума сердце и как я вначале стала говорить не только в каждом регионе не только в каждом городе но и в каждой семье есть свои традиции потом мы очень такой народ суетлили по поводу именно леды да если вы были в Италии знаете что мы можем говорить все сами о том что мы будем на ужином готовиться то есть за два часа уже пора думать что на ужином готовиться и мы можем обсудить бесконечно каждому готовиться где купить свои кредиты но у мая там на углу лучше компаслик купить да потому что там у него то есть это это без конца и в каждой семье есть свои варианты но при этом допустим очень много видов пасты но не одной себе уважающей итальянкой итальянец потому что как вы наверное заметили итальянские мужчины очень любят готовить и очень в этом разбирается иногда больше чем мы чем женщины не будет любой вид пасты с любым соусом а бы как вот паста соус нет для каждого вида пасты это вообще это большое преступление для каждого вида пасты есть своя заправка свой вид соуса но можно следующее а вопрос о монументах естественно сад посещаемый это колеса потом идет по моему если я правильно помню потом идет пизанская паста потом это но на самом деле виталий но я всегда виталий 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 очень много интересные старые церкви старые здания свои традиции виталий табель это это метод как виталий 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 это все это все все это последнее 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 все и мы кажется у нас есть победитель сколько тут 30 сын 34 и 40 госпожа Алексеева Екатерина да поздравляем вот Екатерина такая которая идет с нами ну вот видите все честно вот почти вот нас сейчас мы идем на сцене потому что мы с собой что я хотела просто чтобы Екатерина была повод просто немного повеселиться вместе узнать немного побольше я сейчас раздам материалы у нас как я сказала в первой презентации два раза в месяц есть семинарии о городах это не просто семинарии о городах я сижу и расскажу вам то что вы можете узнать о википедиях да о википедиях есть это именно каждый преподаватель наш который является уважением какого-либо региона или города и окрестных рассказывает именно те вещи которые никакой путеводитель никакая википедия может вам объяснить поэтому это все на итальянском все доступно именно для студентов показывает иногда мы готовим так что следите на нашем сайте потому что будут опять вот эти мастер-классы я делаю естественно это из то что-то готов что-то кушаем есть иногда просто слушаем смотрим поэтому и если есть вопросы быстренько потому что в 3 я обещала что вы еще честно так я сейчас мы раздаем если кто хочет материал и желаю в это не в в в